Роза. Роскошная красная роза и кусочек серебристого металла. Вот первые две ассоциации, которые возникли у меня при пробном нанесении парфюма от фирмы Латафа. Парфюм называется Аджуват, что в переводе с арабского означает самый лучший. Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать об одном изумительном арабском парфюме. Парфюме, который неоднозначный, но он мне очень пришелся по душе и я хочу поделиться с вами своим впечатлением об этом аромате. Это парфюм от бренда Латафа. Это не масло, это именно в спреи. Вот, великолепно упакован. Вот вся упаковка, я вам хочу показать. Прекрасный подарочный вариант, если вам кому-то на подарок, бархатная подложка и сам флакон. Флакон это отдельная тема для обсуждения. Это не сотка, это флакон 60 мл. Вот, это очень неоднозначный аромат, я его рекомендую, просто рекомендую к затесту. Потому что в нем сочетаются два таких ингредиента, которые, на мой взгляд, несочетаемые. Как я уже говорила, это ноты металла, который прям явно чувствуется, и роза. Хотя, кстати, когда я его впервые нанесла, мне даже отдавала каким-то огурцом. Некоторые блогеры сравнивают Ажуат с ароматом Интенс Кафе от Монталь. Он у меня есть в Трублике, и одновременно его сравнивают с Монталь розовым мускусом. Что я могу сказать? Возможно, это аромат вдохновленный в Интенс Кафе. Но для меня, в первую очередь, это роза. Как я сказала, это роза, шикарная роза и кусочек холодного металла. В этом аромате, по описанию, есть и ваниль. Это очень сладкий аромат. Здесь есть и амбра, здесь есть и какие-то фруктовые ноты. Есть и какие-то деревяшечки. Но, в первую очередь, первый аккорд, который мне сразу ударил в нос и сразил меня наповал, это аромат розы и холодный металл. Вот поэтому для приобретения вслепую я бы его не рекомендовала. Но обязательно к затесту. Во-первых, посмотрите, какой шикарный флакон. Вот арабские парфюмы незаслуженно. Просто незаслуженно, я считаю. Вот их, к ним относятся с таким предубеждением. Это очень красивые флаконы. Всегда качественно сделаны. По крайней мере, у меня не было еще случая, чтобы попадался какой-то парфюм брендов. Брендов или Латафа, или Рассасси, или Аль-Хармейн, или Свисарабин. У меня очень много парфюмов именно арабских. И в виде масла есть, и в виде спреев. Но не было ни одного парфюма, который бы меня разочаровал. Вот и по оформлению, и по содержимому. Вот сам флакон металлический. И посмотрите, какая сверху пластинка. Она выполнена также из металла, но на ней очень аккуратно, не с нами эта эмаль. Все вот флаконы, как произведение искусства, отдельная тема для вот видео. Но, естественно, и содержимое. Содержимое здесь, вне всякого сомнения, высокого качества. Высокого качества. Это шлейфовый, это стойкий аромат, это сладкий аромат. Это очень красивый аромат. Держится на коже, вот у меня, по крайней мере, часов 6. Ну, 6 это точно. А на одежде, наверное, до стирки я еще не пробовала. Вот. Красивое оформление. Очень красивая коробка. Поэтому, я считаю, что надо попробовать этот аромат. Может быть, он вам понравится. Или купить его кому-нибудь на подарок. Цена у него удивительно невысокая. Вот. Я приобретала его, как я уже говорила, наверное, на маркетплейсе в Арабских Эмиратах. Но он здесь есть и в России. То есть, это не такой аромат, который невозможно приобрести. Поэтому, для ознакомления, я рекомендую все-таки купить этот аромат для затеста. Чтобы знать, что же это за самый лучший аромат от бренда Латафа. Постойчивой, я думаю, по JAMES www.nar책авец.com.br Потому что, я не знаю. evolucionante. Я рекомендую о том, что это за самый лучший аромат О impro���ированная сеть.